кого ждешь жду начала начала в киностудии у меня здесь занятия начнутся прикольно сейчас встретил короче светлакова здесь я постоянно здесь кого-то вижу реальных пацанов каждый день вижу что-то короче снимают это не вижу как и по пироговы снимают каждый день сегодня светлакова встретил него кастинг там проходит почему только я не на этом кастинге привет 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 димасик не 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 был на кастинге сейчас там кастинг проводит светлаков сергей на какой-то фильм хрен пойми на какой но на кастинге не на кастинг сегодня я там на съемку приезжал визитки видео блять пытаюсь сфокусировать короче камеру на своем хлебали а у меня открывается долбаный чат сижу смотрите как в машине вот так вот моя нога за грязные подошвы он там киностудия короче короче так вот может быть себя снимать правда не буду видеть что вы пишете буду что-то рассказывать но это не очень надо короче общаться с вами читать что пишите состояние дурацкой болею пипец еще просто на улице жарко в машине просто лютый пиздец не просто жарко а реально пиздец потому что кондиционер не работает машине наверно градусов 45 а вот вообще очень жарко очень-очень жарко пишутся езжай к юле езжай к юле не едь а езжай правильно думаете реально сорваться и лететь в сочи не хочу больным лететь в сочи мне в москве то не очень комфортно 6 жарко и я болею губы сделал да губы сделаны конечно бэби фейс сделал еще анжелину джоли углы нити губы носогубки сейчас юлька объявили себя пары типа для того чтобы начать строить отношения с человеком нужно объявлять себя пары типа официально ребята мы пара типа надо так делать что ветерок даже теплый горячий чик причуля пуля смотрите джиме нейтрально мальчик гений чё на вас рассказывать можете позадавать вопрос я на океанская привет янка ну да ну да я а как на сюрпризах потом в постель сразу что где будешь дать что-то для юля прикольные очки спасибо что со стрижкой решил да и ничего на днях надо подстричься лучше ракурс можно вот такое еще сделать что-то мама дала добра на юлю дамам дала добра или пиар что такое пиар что значит пиар поводу игоря блин достаточно давно не общаюсь уже с игорем очень давно причем как-то знаете так получилось что я перестал тогда общаться и с юлией с игорем не общался долгое время с юлей не с ним и там спустя два месяца наверно как они расстались а мне написала юлька я вообще не не был подписан ни на нее ни на него а я с юлей что-то разболтались помирились начали общаться и все что я никому ничего не должен не перед кем я отчитываться своих действиях желаниях не собираюсь оправдываться еще что-то что с брови все хорошо чуть-чуть под бритвом губы накачал да кузина знаешь да конечно должен только своим родителям они кого-то абсолютно полностью согласен все духу чуть-чуть податки нет об она даже сдвинуть как сделать так опа опа чик как блять текста планирую жить блин ребятки короче я понял одна никогда не нужно рассказывать о своих планах у тебя есть киеве интерес что за вопрос глупо по-моему все очевидно давай еще юрки сюрприз интересно наблюдать за вами ну как только так сразу как соберусь и видите мама не против твоего выбора почему мне не отвечаешь да не обидно а что тебе ответить должен задавай вопрос отвечу да там музыка играет мама всегда была блондинка да как я родился можно было блондинка с мандезиром понятия не менее общаюсь давно уже вырыть вредно да и жить тоже да согласен моралисты тут у нас или просто пушка вы идеально смотритесь и вижу вас вместе спасибо машу ли достали стане до меня достали станет они достали со мной на самом деле но мне ровно вообще может там хоть миллиард сообщений с вопросами про танец прислать барабану не обожги губу сигарета это не сигарет почему в сочи не уехал что болею болеют что я херова 100 как-то мне захаром общаетесь ну поскольку постольку но сегодня списывались до нового редко очень редко общаемся призма присмотрись к юре она будет тебя поддерживать спасибо здание тоже хорошо смотрелись знаете как говорила сюда моя бабуля про меня когда я спрашивал бабуль а как это а как то знаете что нам не отвечала под лицу все к лицу что за бренд очков короче на самом деле какой-то французский бренд сейчас скажу может быть написано здесь он даже не написан написано что это solaris я не знаю соларис polaris polarizat короче это французский бренд относительно недорогой что-то очки стоят тысяч пять наверно рублей но мне форма очень понравилась и они полароидные недорогие очки но прикольные мне нравятся как убрать текст таня сложно не умеет поддерживать мужчины или тоже с характером но она умеет следовать за мужчиной поддержки а юлька она рождена и создана прям для семьи это факт хочу окрошку брат сам хочу окрошку дома окрошка единственный минус она ледяная в холодильнике хотел похавать но у меня так горло болит ну типа не вариант ее есть мне бесит то что блять теперь с камерой в инстаграме то же самое что в телеграме она как-то блять засвечивает слушайте танька на самом деле хорошая девчонка нормально отлично к ней отношусь ну типа тем более провстречали сколько там почти два года негатива абсолютно нет хочу чтобы у нее получилось чтобы она построила отношения нашла надеюсь у нее все типа тип-топ будет получиться жалко что с испанцем так получилось но блин не знаю ей нужно мне кажется она ксения подпускает многих в связи с определенными своими барьерами внутренними то есть она себе нарисовала образ и она ищет человека и мне кажется ну для себя именно вот соответствующего прям вот этому образу нужно немножко расширить границы тебе нравится юрка ну конечно да хочу бузы кушать я б тоже сейчас бузы навернул потерял ты Таню слушайте по поводу отношений вообще всех но на самом деле я типа такой человек что если строю то строю на минуточку ну как бы не хочу зарекаться кичиться но у меня не было таких отношений в которых меня оставляли меня бросали из всех отношений я уходил абсолютно из всех все какие у меня были я уходил из всех отношений были у меня одни отношения где мы обоюдно разошлись там типа ну потому что уже логическое завершение было это было после университета встречался с девочкой мы учились вместе на одном факультете но на разных специальностях мы про встречались тоже практически два года полтора года там типа шло дело к свадьбе но мне был 21 год какая типа свадьба и мне нужно было работать много работать я работал там были психозы всякие я понимал что ё-мое я к этому короче не готов мне нужно двигаться развиваться зарабатывать даже ту же самую свадьбу что нужно было оплачивать мне а деньги надо где-то брать вот там был вынос мозга и я понимал что уже как бы все не то и все не так я пришел расставаться с девушкой с этой и в тот момент она уже приехала с новым парнем это был ее начальник на работе руководитель и так получилось что типа мы обоюдно взвесили ну типа она наверное чуть позже хотела со мной расстаться я решил тут как бы были слезы она не хотела расставаться но тем не менее у нее сложилось все замечательно она вышла замуж за этого парня а у них ну по моему ну и один ребенок точно есть вот все хорошо все счастливы вот это единственные наверное были отношения где расстались типа наверное обоюдно когда оба к этому пришли а во всех других типа уходил я поэтому типа я никого нигде не терял вот как-то так нет а Танька я говорю плохого ощущения ничего не скажу она конечно просто мы абсолютно типа разные семьи с ней были поэтому было сложно и нужно было одно а мне другое все и наверное ну как бы все правильное во время сделали тогда еще когда мы расстались уже два года почти прошло вспоминаете тоже смотри когда это было тогда я расстался с ней в семнадцатом и шестнадцатом году тогда расстался тоже два года встречался не ну раз вспомнил тут как бы это вспомнил никого никто мне не кидал нигде так что никого не терял то есть все к лучшему Танюхи все будет тип-топ она идет она просто не готова блин хотел но я хотел бы с ней видеть кого-то прям достойного такого нормального парня я даже не знаю типа кто из знакомых нам но ей подошел бы Юлька в реале харизматичная да Ю короче Юля не знаю для меня скажу честно за долгое время не знаю за сколько но года наверное за 4 это единственная девушка с кем типа вот у меня такой типа вайп на такой типа одной волне нам комфортно мы чувствуем настроение друг друга мы в меру разговорчивы мы можем болтать без умолка можем помолчать вместе типа ну очень классно по поводу наших каких-то взаимоотношений отношений пока никак это в массы нести не буду комментировать я тоже это не буду вот пусть все идет своим чередом никуда ничто торопить не нужно всему свое время но по поводу Юли блин она типа вот идеальная считаю для отношений для семьи вот прям идеальная не понятное дело что она в меру тоже как бы со своими закидонами у всех есть закидоны я по-своему припизнутая она по-своему припизнутая типа это нормально нет прям идеальных людей но в ней наверное ну 90 процентов там положительных и хороших качеств янка шефеева вам никогда не нравилось внешне смотрите типа что значит нравится ну типа если я как бы смотрю на нее ну вот оценивая да внешностью но я думаю что не понравится только гею как бы красивая девчонка а по поводу каких-то взаимоотношений но нет потому что типа захар там мы дружили не знаю сейчас дружим не дружим что там думаю что всегда мы будем общаться поэтому для меня как бы это такое табу по поводу сравнения с Игорем но типа глупо сравнивать типа ситуации с Игорем потому что с Игорем мы как бы не особо друзьями то были мы там начали общаться только когда я на проект завел его и все типа приятели не более того о о светлаков вышел привет петропавловск привет 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 бывает что вспоминаете прошлые отношения смотря какие стец нравилось блин блин людям по всей видимости виднее да там с кем я дружил с кем не дружу с кем у меня какие взаимоотношения кто ко мне как относился и относится а никогда всегда как бы смотрите есть картинка есть реальность то что вы видите это не всегда является реальностью типа 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 Арестова Таня можешь не слушать можешь беззвучно поставить мама у вас очень хорошая спасибо стец нравилось ли когда-нибудь слушайте на самом ну тоже если оценивая внешне ничего красивая девка нормально все с ней так все с ней норм думал ли я каких-то взаимоотношениях с ней нет так же наверное как Яна подруга не более того Таня у тебя как будто губок помадой покрашены да так и есть я помадой накрасил губы блять почему вот я пытаюсь сфокусироваться она не фокусирует еще и засвечивается типа ожидание реальность а Марина Страхова чем не понравилось не знаю она кстати хотела со мной отношения это я не хотел тоже да меня вот порой хуесосят мне всякую чушь пишут девки-то хотят со мной встречаться что-то я не со всеми хочу да это Маринка Страхова там еще были мадемуазели да у сестры есть молодой человек сестренки нет что за фильтры все лицо блестит бро это не фильтры это типа ебаная камера инстаграма почему-то стала такая же как в телеграме засвечивается видишь вот ну что за пиздец раз фокус идет очень жесткий как это исправить я не знаю а вы с Юлей вместе не буду комментировать это пока Юлька достойная девушка да да Юля очень достойная девушка просто то что сейчас происходит знаете типа классно прикольно есть просто у меня такие типа свои внутренние короче переживания Захаряж поблагодарил тебя в эфире помог ты ему чем чем помог слушайте к Захарешуне отношусь плохо нет плохого отношения в чем то даже он в другом свете для меня вышел плохого отношения нет но какие-то экономические короче темы совместные делать больше не буду точно нет мне чуждо типа ну все движухи которыми они занимаются зарабатывают дай бог пусть зарабатывают что все нормально было я не хочу с этим таким связываться я другой по другом направлении либо ситуации Захареша и Милена кого поддерживаешь блин я бы ситуацию если подробнее бы знал я бы сказал кого поддерживаю я вам скажу так что лучше оставаться в стороне в таких ситуациях лучше не принимать ничью сторону потому что всегда ты будешь крайним вот поэтому я ничью сторону из них не принимаю тем более есть ситуации не знаю вот ни его ни ее я считаю что каждый по-своему молодец типа если ну какие-то там измены были ну блин он как засранец себя повел если эти измены принимались блин ну зачем их было принимать ну это типа вкратце если типа там такие ситуации я просто не знаю ситуации если бы знал прокомментировал бы я просто образно то есть я даже не конкретно про них говорю вообще в целом а как познакомились с Захаром познакомились мы с Захаром 1 сентября 2012 года на линейке в НГТУ на факультете энергетики вроде же с Миленой дружил смотрите да как бы я с ней в хороших взаимоотношениях дружить не знаю можно ну как бы связь поддерживаем на уровне привет как дела наверное не более того отношусь к ней нормально у каждого в своей компании свои интересы и все Захаряш скупой на примере слили чатрару не знаю те ситуации не знаю этого примера скупой не скупой не мне судить не знаю права Даня я хочу с тобой посидеть рядом если хочешь значит такое произойдет блин сколько я спала я смотрел когда ты еще с Таней был всегда поддерживала тебя ты клевый привет тебе из Тамбова спасибо тебе большое очень приятно малинка 15 с Сашей Черновак не общайтесь общаемся вот минут час назад наверное переписывались Даня можно пожалуйста узнать какие девушки по характеру вам нравятся как Юля вот Юля для меня вот отвечаю идеальная вот для меня ну типа это прям вот идеальная девушка в плане характера поведения ценности взглядов просто типа я наверное тупой и дурак не знаю что делать как быть с Осипом общаешься да конечно общаюсь мне нравится Никитосик Шеляков пишет нравится Никитка Шеляков охуенный пацан наверное типа ну один из тех домовских кому хорошо очень отношусь прям очень хорошо блин настоящий самое главное что он настоящий вот за это я типа его и люблю сейчас пореже общаемся не видимся там у каждого свои движники но думаю скоро встретимся он мне написал надо ему ответить мне в ватсапе отправил голосовое девушка идеальная пока это не твоя девушка может быть может быть а какие планы на будущее о чем мечтаешь предпочитаю не рассказывать об этом чтобы ничего не сглазить Даня привет с Казахстана привет с Ирой Пинчук общаетесь ну на уровне привет как дела да а типа так Ирка привет что делала что кушала сегодня там нет конечно так нет у каждого своя жизнь а так пока я не в теме работаю все пропускаю вот тебе бы девочку хорошую насколько смотрю тебя столько и переживаю вот куда девчонки смотрят не знаю а чем изначально Таня понравилась ты простудился да да болею блин чем ты сейчас по жизни занимаешься сараем общаетесь сараем да общаетесь в нос говоришь просто болею да поэтому в нос говорю сараем общаемся чем по жизни занимаешься на ноги встаю к мечте иду к цели своей проблему решаю всем занимаюсь фрукты продаю людей тоже все подряд была ли у вас девушки старше вас отношения или что все девушки с кем я встречался все были старше меня в плане секса наверное самое старше это было на 10 лет а нет на 15 лет да на 15 горячая штучка была интересно твое мнение по поводу семейного бюджета вообще должна ли жена работать должен ли быть общий бюджет или у каждого свой смотрите наверное но мое немножко мнение будет отличаться от всех я считаю что тут все зависит от ситуации по ситуации во первых женщина должна работать не для того чтобы обеспечивать семью не для того чтобы там покупать дома машины если она зарабатывает так то круто а женщина должна работать для того чтобы она не сидела не стояла на месте где развивалась росла как духовно так и социально это необходимо бывают моменты когда женщина не может работать то есть это беременность декрет дети растут в садике ну как минимум типа для своего развития должна работать я не смогу жить наверное с девушкой которая сидит дома постоянно она будет меня заебывать она мне будет прямо голову делать это ты где когда приедешь что будешь что это не люблю эту фигню я считаю что каждый человек должен чем-то занят быть по поводу бабок как же делятся бабки ну смотрите никогда не нужно зарекаться я вообще за то чтобы допустим я полностью обеспечивал семью да но бывают жизни разные ситуации и бывают такие моменты когда допустим дела идут либо очень хорошо либо бывают просадки должна быть рядом такая женщина которая это все понимает и это нормально привет привет если женщина работает и хорошо зарабатывает блин круто круто но как тратить ее деньги это ее выбор она может это можно может идти в семейный бюджет это может там идти потраты только на нее быть только ее деньги тут уже все как бы от ваших договоренностей зависит вообще я считаю что все должно обговариваться между собой и ну неправильно конечно когда мужчина ничего не делает и сидит у женщины на шее если женщина хорошо зарабатывает но я считаю что каждый должен быть при своем деле изменяли ли вы в отношениях нет это виктория 23 здесь опять наверное розыгрыши свои вводить делать а че вы так Вик хорошая девчонка розыгрыши делает пусть делает честные же розыгрыши она же отправляет подарки что-то так на нее нравится Боня нет не нравится вообще не нравится Боня по мне типа колхозница лютая не люблю таких девчонок короче в Москве очень смешные бабы которые приехали из регионов там бля с Мухасрансков бля с Саратов отовсюду короче с Новосиба ну типа из дальних городов жили там максимально блять хуёво приехали сюда и блять повышают себе планку и вот такие девушки здесь очень сильно портятся поведение их оставляет желать лучшего на практике было классно спать с проституткой считается изменой ммм переспать с проституткой да я считаю изменой реже что вам нравится внешне да ты согласен что на вас сейчас неинтересно согласен неинтересно ну не это не цепляйтесь за слова я просто говорю типа блять про города из регионов типа Новосиба не читаем Мухасранск просто типа блять первые что там в голову пришли города что-то типа приезжали и выёбываются Бородина нравится внешне да Мурманск тоже Мухасранск по поводу бывшего Юлия блин я комментировал ситуацию уже очень давно не общаюсь был момент когда вот перестали общаться не общаться перестали вообще полностью общаться я перестал общаться с Юлей с ним потом они раздались месяц через два мы только как-то с Юлей начали общаться Бузова Бузова нравится да молодец хорошая девчонка как ты выбираешься девушку внешне ну слушайте если это колхозница но сделала сама себя нельзя воевать почему нет смотрите пример приведу неоднократно пересекаясь в Москве я вижу девушек ну которых тип ну содержанки да приезжают с регионов на содержание содержанки сами себя вообще не представляют ничего например их привозит водитель на майбахе она только рот открывает начинает что-то говорить ты понимаешь что бля можешь не продолжать с тобой все ясно можно даже не предполагать чем она занимается все логично и вот эти девушки выебываются так и такое себя строят что невозможно с ними разговаривать общаться даже вот просто на уровне собеседника просто ну как бы ну я ухожу сразу же от разговора во-первых общего ничего это не интересно ну и ты понимаешь к чему эти выебаны как бы если ее под жопу пнут а ну она будет никем пока снова не найдет богатый хуй ты бы на концерте у Бузовой нет тут дело не в узком мышлении я конкретно вот такие ситуации привожу в примеры таких очень много очень много как ты относишься к ринопластике когда делаю девушки если она типа действительно нужна положительно ну там для здоровья если внешне там типа реально пиздец а так типа дабы чтобы просто что-то в себя поменять ну не очень, хорошо отношусь пусть все будет хорошо у вас Даня спасибо большое ульянка нравится какая ульянка классная пара с вели спасибо и по поводу там как ты написал крис ты пишешь если ты колхонец она сделала сама себя и нельзя въебаться нет это как раз таки можно я скажу больше нужно но я в пример привожу абсолютно другую из другие ситуации сколько тебе лет 27 лет размер груди имеет значение не всегда но круто вообще-то боня работает как лошадь хорошо пусть работает я просто прокомментировал что для меня что вода на его что боня их поведение колхозниц все не более того пусть работает молодцы ульянка твой наркотик с ульянка очень давно не общаемся с купиным общаешься на меня что-то обиделся там общаешься соляной рапунцерес ну да да со всеми ими общаюсь с мариной африкантов ну с маринкой как понятное дело что привет как дела чё кушала ты куда общаемся но с капой с капой чаще общаюсь даня кто тебя вдохновляет это твой кумир миша литвин и паш прилучный два моих кумира прям серьезно говорю из российских актеров прилучный а из блогеров литвин все больше нет боня же внешне красивая верно нет не верно что скажешь про белую счастье здоровья паша это ужас спасибо большое быстро спасибо про пашу много чем не говорят у меня с ним очень много общих знакомых общих друзей лично с ним не общался я думаю увидимся пообщаемся знакомимся обязательно бы я к нему на него свой взгляд просто смотрю я человеком восхищаюсь молодец всего-то тоже суете там по слухам красавчик с казахстана тоже в новосиби отучился приехал здесь блять грузчиком работал блять бегал по массовкам массовках в эпизоды в эпизодах снимался прогрызал сам себе все выбился красава вообще прям но я его уважаю то есть для меня это мой кумир серьезно говорю кумир конечно громко связано но я им восхищаюсь то есть для меня он один из примеров губы свои ли делал кольчик делал конечно кузину нормальное отношение иди лечись не смогу литвин сам себя сделал да да игры из пацанов из популярных из известных вот два человека блять кем прям бля восхищаюсь красавцы прям прям пиздец красавцы прям вот уважение лютое это прилучный и литвин все но еще в плане карьеры дава молодец дава молодец но как человека не уважаю накачал губы да конечно и свинтура как турок кстати братан реально как и свинтура прическа и свинтура слушай братик нормально болею кузин бешеный какой-то кузин абсолютно нормальный по слухам тоже двигайтесь почему ты игнорируешь вопрос про солянку а я не видел бандезирной гендер пати звал нет зачем со мной общаться я не выгоден больше агусейн гасанов но карина кросс что есть что нет из девок чиковани молодец горжусь и прям красава в плане вот карьеристки пробивная девка хорошая девчонка но такая мировая с лёхой очень крутая пара блин очень крутые ребята что лег что она кузин топит за войну разве он нормальный за кузиным не слежу поэтому прокомментировать светлана не могу я знаю что помню что вы из украины мы с вами переписывались когда уже закончится все это пиздец то что таня говорит про захара это правда на чьей стороне не знаю что конкретно таня про захара говорит может быть что-то и правда почему давок их человек не очень я не очень люблю людей кто идет по головам пренебрегая ну как бы человеческими принципами ценностями говорю как карьерист красава в плане роста молодец реально в плане как человек мне чуждо не оскорбляю не осуждаю каждого свой выбор говорю про свое отношение для меня это чуждо комментировать как-то тоже не желаю я просто немножко других взглядов гусим я делает ролики типа 20 лет начал грузчиком работать он родился в золоте пиздобов но это правда то будет себя подписал домовой может быть а не слежу не смотрю не знаю прокомментировать тоже не могу вы пара с жукой все узнаете в ночном эфире пинчук как тебе как человек молодец хорошая нет пинчук красава пинчук арай бля пиздец красавчики тоже оба кумирами не назову но горжусь горжусь ими да тоже молодцы большие молодцы я считаю что это наверное одни из домовских кто блять хоть в люди выбились но не считая там бузовой бороды кто еще-то и все блин лиза трендафилийте тебе не нравится как девушка мне кажется вы бы подошли не знаю мы-то всего этого не знаем о тебе я верю на счет до выходе раньше я думала что он хороший блин но когда надо где надо конечно хороший муж рано или поздно конечно сядет за головой нас такая блин зачем так дел я же не говорю что он человек плохой плохой прям может хорош что его знает но не верьте тоже в эти картинки некоторые на образе двигаются дала на образе двигается вспомнили тебе тоже в директ без славы член сорянка это тоже в телеку о ничего себе вспомнили гречу давненько не виделись но это давно очень было все черкасов нормально отлично где можно жить скоро у него бой поеду на бой кроме дома вскинет что и других девушек почему именно среди них она с кем-то именно строить отношения не знаю как-то ворол прыщи с возрастом привет ты красавчик я тебя спасибо лена хромина понятия не имею незнаком лично как тебе не чаевую отлично с максом общаемся должен скоро москву прилететь увидимся соли ну типа че буду общаться соли девочка с максом дружим да и черкасов за войну не слышал просто позицию мнения его спасибо большое за стадо не видят нормальные эфиры уважительно и адекватно о чем не агрессировать до донечка ты донечка пресс-казахстану привет мой родной казахстан мне кстати иногда меня отчитывая за то что якобы я говорю о том что мой город он очень маленький когда я там жил я мечтал о том там не было того или того что мне хрена не было по факту ребят я действительно с маленького города где реально нихера не было но я его люблю